Всем привет! Сегодня у нас 17 июня 2020 года. В этом видео покажу, как эффективно бороться с хлорозом. У нас прошли обильные осадки. Я заметил на персиках и на нектаинах в одном месте, посажено 3 или 4 дерева, начало проявляться недостаток железа. То есть, другими словами, это хлороз. Вот светло-зеленый лист, салатовый. Уже видно, что нехватка железа есть. Это ранняя стадия хлороза. Сейчас покажу разницу. Лист хлорозит, конец хлорозит от побега. И сорву сейчас лист, который должен быть. Какого должен быть цвета? Это ярко-насыщенный зеленый цвет. Вот в начале вегетации все было хорошо. Только пошли обильные осадки. И особенно на щелочных почвах может проявляться хлороз на персиках, на яблони, на груши, на диплоидных сливах. То есть, чтобы этого не было, нам нужно провести подкормку под корень и подкормку по листу. Подкормку под корень я буду сегодня вечером делать препарат ферилен орто-орто 4.8. По листу пройдусь препаратом брексил комби. Смотрите это видео до конца, не переключайтесь. Покажу вам результат конкретно этих деревьев. Расскажу, какой процент я давал препаратов, чтобы у нас в саду все позеленело и хлороз ушел. Если это не сделать, в лучшем случае наши деревья очень плохо заложат урожай на следующий год. Также перезимуют зиму тоже плохо, потому что они будут болеть. А в худшем случае листья побелеют, пожелтеют, точка роста засохнет. И наши деревья могут просто погибнуть. Так, ну, сделаем обработку и потом покажем, покажу вам, как они будут выглядеть. Так, наколотили мы ферилен. Получается, две поливалки я лью под дерево. Вот такого вот он цвета. Я одну вылил, сейчас вторую. Две поливалки под дерево, я думаю, будет достаточно. Плюс по листу убрать сил комби пройдемся. В конце видео я расскажу, сколько я добавлял грамм ферилена на 10 литров воды и сколько я добавлял боксил комби, тоже на 10 литров воды. Вот наши деревья. Так, сегодня у нас 3 июля 2020 года. Короче, этот персик я не обрабатывал ничем, ни под корень, ни по листу. От хвороза не работал. То видно, что он ну реально салатово-желтый. лист очень салатовый. То есть, и весь он. Деревцо большое. Вот такого вот он. Елки-палки цвета. Персики висят, есть немного, но я специально его не обрабатывал, чтобы показать вот результат, с которой персик я обрабатывал и который вот не обработанный. И сейчас я вам покажу тот персик, на котором я работал от хвороза двумя препаратами. По листу и под корень. Так, вот этот персик, которым мы делали под кормку под корень. Лист вот у него более-менее позеленел. Это точнее даже не персик, а нектарин инжирный. Лист у него более-менее зеленый стал. Там кое-где кончики такие светловатые, но оно дойдет. Вот я показывал. в начале видео, что лист был вот зеленый. Я сюда рвал и прикладывал. Вот он. Он уже очень похожий к тому, что был весной. Вот так вот он. Вот кое-где есть еще чуть-чуть не до окрасился лист, но в общем картина поменялась. Вот так вот выглядит. вот этот дом, где мы тут проводили обработку. Он и вверху лист зеленый. Так что препараты работают отлично. Надо только сюда мы подливали препарат ферилин. Сейчас я вам покажу. И работали по листу препаратом броксилкомби. Вот урожайчик висит. Это у нас нектарин-донат. Он сейчас в листве, его плохо видно, но воды есть. Я потом сниму обзор, покажу. Вот он. А рядом это нектарин концетина. Тоже тут урожай есть. Он висит. Ну, лист зеленый, хороший. Так, сейчас покажу, чем я проводил обработку. Под корень я давал от препарат итальянской фирмы Валагру Ферилин 4,8 Орта-Орта. Это идет под корень. Добавлял я его можно 5 грамм, можно 10 грамм. Сюда я добавлял 10 грамм на 10 литров воды. Сейчас покажу, какой он внутри. Плохо видно. Такой порошок темно-коричневого цвета. На резкости. Короче говоря, препарат работает отлично. А по листу работал Аберксил Комби. Его я вложил 25 грамм на 10 литров воды. Это тоже итальянский препарат. Валагровская фирма. Это удобрение по листу. Тут большой процент железа 6,8 процентов. Ну, и плюс другие микроэлементы. Такие, как медь, бор, железо, что тут еще цинки есть и марганец. А, и молебден. Вот тут вот сейчас резкость на виду. Кому интересно, можете состав почитать. Сколько процентов какого элемента. И мы видим, конечно, результат обработки обработанных деревьев. И я показывал результат то, что я не обрабатывал. Он весь желтый. Желто-салатовый. Естественно, если я его не обработаю, лист начнет белеть, отсыхать. Закладка урожая на следующий год будет никакая. Урожая будет мало. И зимой может персик этот подмерзнуть здорово. а может и вымерзнуть то, что не проходили. То есть я сегодня обязательно пройду. Это я специально не обрабатывал, чтобы показать вам, что будет, если не бороться с хлорозом. Тут мы с хлорозом поборолись. Тут все красиво, хорошо. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.